Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Оксана. Я рада приветствовать вас у себя на даче. Сегодня наконец-то дошли руки до того, чтобы переделать свой розарий. Я ранней весной показывала, что розы у меня пропали. И очень много людей советовала и накрыть, и отливать, и поливать, и чем только не удобрять. И все равно розы восстановились крайне плохо. Маленькая розочка с пестрым цветочком, название которого я не знаю, жила. Вот эта роза, красивая она такая, с розовыми бутонами. Это единственное, что выжило на этом розарии. Все остальное нет, без признаков жизни. И вот здесь шиповник. То есть по этому розарию решено у меня оставить вот эти розы. Здесь роз больше не досаживать, а продлить весь вот этот цветник сюда. То есть скомпоновать его с хвойными, с аспиреями вот так по кругу. И добью здесь гортензиями, то есть кустарники, хвойные гортензии. Но эту розу, так как она здесь растет, трогать я не буду. Больше сюда роз добавлять не стану. Здесь у меня такая клумба, достаточно хаотичная. Спиреи, хвойные гортензии, барбарисы. И поэтому розы здесь уже, получается, исключили сами себя. Но так как от роз отказаться все же я не могла. И вот этот розарий, который у меня тоже сильно пострадал, я решила досадить. Сегодня копаю яму, сажаю розы, которые приобрела уже до этого, которые уже начали в горшочках цвести. Кстати, розарий тоже меняет свою компоновку, потому что здесь было очень много роз. Он был более квадратный. Сейчас я его немножечко вот так скруглю. Розы купила разные, в том числе и мускусную розу Динки. Мне очень многие ее советовали. Она в ожидании своей посадки уже, конечно, вся на бутонах. Вот. Земля очень сухая. Я проливаю. Прям вода уходит сильно. Дожди хоть и есть, но какие-то такие странные, редкие. Вот интересный тоже момент по поводу штамба. Штамб с красивой розой. У меня был многолетний такой. Видите, какой ствол. И я его не стала выкорчевывать. У него пошел побег из земли. Очень красивый такой шиповник. Это не роза. Вот. Это такой специальный шиповник, который идет для подвоя. Вот. Решила его тоже выгнать в штамб. Вот это с пилюмом. Возможно, попробую привить. Я не специалист. Может быть, кто-то подскажет какие-то каналы, где прививают штамбовые розы. Но я, конечно, сама посмотрю. Ну, пока вот выгоняю этот мощный побег. Розы цветут. Цветут первой волной, которая всегда страдает от бронзовки. Вот. Очень хорошо цветет и уже отцветает. Это канадская роза. Вот эта роза. Поэзия. Просто сожрана вся бронзовка. Так она, конечно, красотка. Ну, вот страдает. Первая волна вообще это прям бич. Особенно белых роз. Белые розы просто все сожраны. Вот они сидят. Это вот этот жук с точечками. Это оленка мохнатая. Ну, и, конечно, куда же нам без бронзовки. Вот. Ну, в любом случае розы на моем участке будут. Может быть, не в таком количестве, как обычно. Но они очень красивые. Без них обойтись невозможно. Гортензия сейчас все равно это листовая масса. Конечно, без цветов. А розы цветут. И цветут до самых морозов. Ну, естественно, краска роз никого не может оставить равнодушной. Себе я приобрела, снова решила восстановить Восточный Экспресс. Чайно-гибридную розу. Не нашла свой любимый юбилей Санкт-Петербурга. Итак, у меня Динки, Моника, Эмильен Гейё. Что-то еще какой-то шраб я купила. И купила Розариум Ютерсен посадить вместо моей красотки Шни и Вальсер. К посадке роз, как к посадке обычных кустарников, отношусь более-менее спокойно. То есть, ямка смешиваю. Здесь у меня компост. Хороший, переперевший такой навоз. Щедрую горсть комплексного удобрения добавила в этот раз азофоску. То есть, у нее такой формула 16-16-16. Все равномерно. Вот, смешиваю. Еще раз хорошо проливаю. Вот. Вот. Яма где-то примерно 30 на 30, в глубину примерно 40. Вот. Просто разрываю пакет. Никак корни здесь я не потрошу, не раздвигаю. Вот. Потому что это, я точно знаю, ОКС. Голый корень посажен в этот пакет был ранней весной. Вот. Уж больно он там ничего не оплел. И корни роз, я считаю, не надо вот так травмировать. Ну и самое главное, речь всегда идет о прививке. Здесь у меня будет, учитывая чуть утопленный вот этот грунт, будет легкое заглубление прививки примерно на 2 сантиметра. Я думаю, этого достаточно. Если у вас какое-то свое мнение, можете писать мне в комментариях. Ну и в любом случае, всегда все делают по-своему. Повторюсь, многие всегда спрашивают, какой у вас регион? Самарская область, город Сызрань. Все, засыпаю. Видите, какая земля ужасная. Нет дождей, все прям сухое-сухое. Такое ощущение, как будто это прям вот какая-то пустыня выжженная. Все комьями. Вот, засыплю прививку. Делаю небольшую лунку и очень тщательно проливаю. Вот такой же аре. Полив нужен будет всю неделю, примерно ежедневный. И желательно, конечно, мульчировать приствольный круг. Возможно, тем же самым перегноем, если он у вас есть. Роза обычно во влажную землю притапливается, поэтому всегда это учитывайте. Вот. Ну что, буду восстанавливать дальше. Посадка роз на сегодня окончена. Все на месте. Замульчированы, политы. Посажены. Даже вот эту маленькую розочку с того розария рискнула и перенесла с большим таким комом земли на лопате. Аккуратненько погрузила. Надеюсь, она не будет болеть. Нашла вот такую у себя бордюрную ленту. Правда, не хватило мне ее на всю клумбу, но зато часть уже так вот завершенно смотрится. От роз отказаться я не смогла. Решила все, пусть они будут на этом месте, как и были. Ну, а с гортензиями и с той клумбой уже буду заниматься позже. Всем вам спасибо за просмотр, за поддержку, за комментарии. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока-пока!